Воскресный день, и мы в храме, и лучшего места на земле не найти, куда бы вы не поехали, что бы вам этот мир не предлагал, но мы здесь принимаем ту любовь, которую Творец этого мира дает нам, и этой любовью Он спасает нас от смерти. Смирил Себя до смерти, смерти же крестной. И поэтому последствия грехопадения человека – это его гордыня. Он никого не хочет слышать, никого не почитает, он сам в себе голова. Он первый, он лучший. И сегодня те люди, казалось бы, которые должны были усвоить, как нужно жить. Они были рядом с Христом, они видели Его любовь, Его смирение. Но они все равно по-человечески спорят, кто лучше, кто первый, кому больше достанется. Это человеческая немощь. А вот пример смирения – это языческая жена, которая шла за Христом и просила о помиловании ее дочери, потому что она была духовно больна и страдала очень мать от этого. А Христос на нее и внимания не обращал. Она кричит, а он ничего. И ученики уже сами стали нервничать. Ну, исцели ее, но она кричит. Жалко же все-таки. А Христос не обращает внимания. А потом, когда он пришел в дом, и она подошла к нему, что он сказал ей? Недобро давать хлеб сам. Представляете, вот так вот, кто-нибудь из нас так вот просит. Да ты пес вообще, что ты. И смотрите, что это жена. Она не обиделась. Она смиренно сказала, но псы едят крошечки, которые падают на пол. Вот пример. Как нужно просить у Бога, да? А как человек воюет с Богом? Почему ты мне этого не дал? Почему ты то мне, не то, что ты сделал, что я просил? Почему? За что мне так? Ну и, в общем-то, мы знаем эти наши безумные диалоги с Богом. И вот за это смирение дочь ее была исцелена. А те были люди, которые были... Иудеи, которые были рядом с Христом, они спорили, кто лучше, кто выше. Вот так и мы с вами, понимаете, по природе, конечно, мы хотим первенства, но по благодати мы хотим стать последними. И поэтому, когда святые угодники имели благодать по великую, они считали себя ни во что не ставишь. И святой говорит, где без там и я. И вот это состояние души, смирившейся перед Богом, дает человеку свободу. А гордым Бог противница, а смиренным дает благодать. Поэтому есть буквы, а есть дух. Буквы мы можем прочитать и заучить. А дух это есть любовь, которая приходит к человеку, когда его сердце нуждается в любви, в Боге. Поэтому, конечно же, сегодня идет борьба. Где мы будем? Послевременной жизни. И, конечно же, мир все делает, чтобы мы жили по законам греха и расталкивали друг друга, и лезли вперед, и говорили, что мы такие хорошие, такие мы способные, такие умные, такие духовные. И только время и внимание может открыть человеку, что он ничего не стоит. И вот в этом состоянии, когда человек считает себя хуже другого, он очень близок к Богу. Очень близок к Богу. И что нам сказал преподобный Силуан? Держи ум свой в аде и не отчаивайся. Представляете, держать свой ум в аду. Это все время считать себя недостойным этой жизни и всех благ этой жизни и все-таки не отчаивайся. Вот, если так мы сможем, научимся этому, мы уже будем здесь, в Царстве Небесном. А если этому не научимся, мы можем Бога потерять навсегда. Поэтому нам нужно сейчас учиться. Не лезьте вперед. Не толкайтесь. Становитесь последними. И вы получите больше. Помоги и сохрани всех нас, Господи. Сейчас. Вы не потребляйте, потому что она девочка, наверное, пришла. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава тебе, Боже мой.